Привет, друзья! Решил ответить на часто задаваемый вопрос в группе, в Одноклассниках. Ссылочка есть в описании канала. Группа у нас уже большая, больше 2500 человек, так что заходите в гости. В чем суть вопроса? Он не один, но их много, но они повторяются. Люди спрашивают, как продавать, где продавать, когда продавать, и как правильно сделать фотографии. Я попробую, насколько это возможно, так сказать, компактно, ответить на данные вопросы. Итак, где вы можете продать свои находки? Разделим это на три группы. Первая – это клубы. Вторая – это перекупщики. Я их буду называть перекупы. И третья – это у нас форумы. Давайте по порядку. Что такое клубы? Клубы – это в больших городах обычный клуб. То есть дом культуры. Как знаете, были раньше там клуб любителей шахмат, шашек, домино. Так, есть клуб нумизматов. Туда ходят люди, обмениваются впечатлениями, монетками. То есть там можно продать свои находки. В чем плюс данного вида продажи? В том, что вы продаете свою находку непосредственно из рук в руки. Вы не платите никаких там процентов за продажу, почту. Нет никаких таких головных болей. Вы пришли, человеку показали, ему понравилось, договорились за цену, продали. Как бы вроде все просто. Но какие есть в этом минусы? Эти люди, они намного больше разбираются в монетах, чем мы. Потому что мы разбираемся там в сигналах, где копать, как копать. Они именно по монетам. Если тот человек, которому вы предлагаете монету, будет в монете понимать больше, чем вы, и он это поймет, он не даст вам ту цену, которая изначально стоит данная монета. Потому что, ну, абсурд, да? Он сам себе накрутит цену. Минусы данного способа в том, что вы предлагаете вашу находку небольшому количеству людей. Нет конкуренции. Вы предложили человеку, он посмотрел, интересно ему, неинтересно, взял, не взял. Ту цену, которую вы посмотрите в интернете, на каких-то там каталогах, вам никто не даст. Потому что вы должны понимать, что та монета, она может быть другого состояния, чем у вас. Она может продаваться в Европе, а там цене намного больше. Потому что там люди зарабатывают больше, и человек на свое хобби может потратить в разы больше, чем у нас, в странах СНГ. То есть, и цена будет разная. Если вы будете ходить и всем вот тыкать каталог, и вот здесь 100 долларов, а у нас за нее готовы заплатить всего лишь 20, то цена ее 20. Вы должны понимать, что монета стоит сколько, сколько за нее могут заплатить, и хотят заплатить там, где вы живете. Ну, в той стране, в которой вы живете. Не надо приводить там примеры, за границей и всего такого. Это, по крайней мере, некорректно. Потом, если человек больше разбирается, чем вы в монетах, и он это поймет, он вам не даст максимальную цену, потому что он поймет, что вы новичок, и зачем так, вы не понимаете, что, что, то, что, цену того, или ценность того, что у вас в руках. Вот такие минусы в этом способе. Да, еще один, не у всех есть возможность вступить в такие клубы, потому что большинство копателей, как и я, мы из деревни. Я ни разу не был в таком клубе. У меня есть знакомые из города, они туда ходят, да, они там что-то меняют, там продают, но очень редко. Нет просто возможности туда поехать, потому что это нецелесообразно. Второй способ это перекупщики. Как я говорю, перекупы не в обиду. Вы должны понимать, как мыслит перекупщик. Ему взять подешевле, продать подороже, потому что у него тоже есть свои проблемы, жена, дети. Это его бизнес. Он берет подешевле, продает подороже. То есть тут он вам не товарищ. Чтобы вы понимали, перекупщики где-то дают реально чуть-то плюс-минус пол цены. Если ваша монета стоит 100 гривен или 400 рублей, то перекупщик вам предложит в лучшем случае 200. Если он поймет, что вы в этом деле новичок, вы не понимаете, и того меньше. Он начнет вам рассказывать, что у него таких монет вон ведро, ему каждый день приносят, море, копают, все это... Короче, взять такую историю, чтобы только вам дать поменьше. Он понимает, если вы пришли к нему, значит у вас больше идти да некуда. Вы не знаете, куда идти. Значит нужно идти с вас в веревке. Плюс этого способа в том, что вы сразу получаете денежку, никаких заморочек с пересылками, с комиссиями, но минус, потому что вы получаете пол цены, а то и меньше. Если у кого находки действительно копаются вёдрами, можно продавать и перекупщикам, но я не продаю, потому что находки не растут как грибы, их с каждым годом не больше. Я сам такой умный, я сам могу продать свою находку. И вы тоже. Третий способ, которым пользуюсь я и пользуется большинство моих знакомых, это форумы. Что это значит? То есть есть разные нумизматические форумы для кладоискателей, для нумизматов, для просто любителей такого вот активного отдыха. В каждой стране они свои. Названия разные, смысл один. Я не буду называть сейчас названия, как бы ни было рекламы, но они есть, поверьте. Есть форумы, которые уже большие, там с репутацией, есть поменьше, но суть от этого не меняется. Как устроен форум? Форум, который, так сказать, ещё не очень раскручен, там продажа монет, выставление лотов и всё это такое, это бесплатно. Ну, так как замануха. Те, которые уже по бородатей, там уже есть на всё своя цена. На выставление лота она одна, но там копейки, за продажу вторая, чуть-чуток больше, но не очень большие деньги. Вы заходите в такой форум, регистрируетесь, можете не в один, почему. Суть форума в чём? Чем больше вы на форуме, чем больше вы общаетесь, помогаете кому-то, каким-то советом, покупаете, продаёте, там есть своя репутация. Чем больше у вас репутация, тем больше к вам доверия. То есть человек заходит, смотрит, сколько у вас сделок, сколько вы продали, чего продали, на вас пишут отзывы, то есть там надёжный покупатель, надёжный продавец, всё хорошо, лот отвечает. Лот – это тот предмет, который вы продаёте. Неважно, это монета, не монета, то есть какой-то предмет старины, это называется лот. То есть лот соответствует описанию, что вы никого не обманули, то есть вы надёжный человек, сами хотят сотрудничать. Какие в этом, давайте сразу минусы. Минусы – это потому, что есть комиссия за продажу лота, выставление лота, но не везде. Потом появляется такая, как бы, чуть-ток небольшая проблемка с пересылом. Вы, конечно, если это в вашем городе или человек проездом, можете передать из рук в руки, а если нет, тогда это надо отсылать, или в нашем случае, это укрпочта или наложенный платёж, ну там, как уже договоритесь. Под любым лотом вы делаете описание, то есть так как вас устроит отправить, вот устраивает только укрпочта, вы пишите только укрпочта, потому что у вас там отделение через огород. И всё. Если вас устраивает наложенный платёж, вы пишите наложенный платёж, но есть нюанс, вы же понимаете, если вы продаёте монетку, которая недорогая, например, там она стоит 10 гривен, 40 рублей, нет смысла отправлять наложкой, которая стоит 30 гривен, то есть 120 рублей. Монетка 40, 120 никто не купит. Вы должны это понимать. То есть если не дорогая монета или находка, лучше отправлять почтой. Какие плюсы продажи на форумах? То, что аукцион длится не один день. Вы можете сами поставить от одного дня, на разных форумах по-разному, до двух недель. То есть вы же понимаете, чем больше срок, тем больше людей, потенциальных покупателей, увидят вашу находку, ваш лот. Ну, давайте будем говорить про монету. Тем больше потенциальных покупателей. Это раз. Есть дух конкуренции. Много людей видят ваш лот, если он им понравился, и несколько человек сразу его хотят себе в коллекции. А люди есть очень азартные. Вот он хочет именно вашу монету, именно себе. Вот он уже её видит в своём альбоме. И он будет торговаться. А если человек таких, пару человек, два, три, вам даже достаточно два. Бывают такие монеты, которые, в принципе, в среднем сохране не стоят. Например, их там, рынковая цена 30 гривен, 120 рублей, они уходили в два, в три раза дороже, потому что люди в пылу азарта, я хочу именно эту монету, и она уходила намного дороже. Даже если человек в таком вот пылу сделал ставку, и он потом понимает, что монета не стоит этих денег, он в 99 случаях покупает её, потому что вы на форме, потому что у него есть там репутация, он не хочет себе плохой отзыв, что он там недобросовестный покупатель, сделал ставку и не купил. Потому что рамки форума его заставляют к этому, то есть есть дополнительные гарантии. Ещё есть такой вид, как на форуме можно рекламировать. Есть как бы скрытая реклама, а есть официальная реклама за деньги. Сейчас поговорим о скрытой рекламе. То есть нашли виноходочку, вы даже знаете, что это там обычная рядовая монетка, не в очень обычном состоянии. вы хотите её продать. Если вы просто её выставите, это одно. А на форуме есть обсуждение. Вы выставляете её туда и спрашиваете, подскажите, сколько монетка, например, будет стоить в таком-то сохране. Люди обсуждают, потому что кто-то продавал, кто-то покупал, кто-то видел похожие. Просто обсуждают. То есть ваша монета в течение одного-двух дней обсуждается. Это уже реклама, уже есть интерес, потому что заходят начинающие коллекционеры и смотрят, вот там кто-то сказал, это хорошая монета, я себе хочу, потому что вон сколько людей, о ней отозвалось хорошо. Потом вы выставляете эту монету на продажу и бросаете ссылочку сюда же. Вот моя монетка на этом же форуме продаётся в этом разделе. И уже ваша монета в двух разделах рекламируется. То есть людей, которые увидят намного больше, желающих больше. Вам же не надо 100 человек, вам надо пару, которые захотят вашу монету. И тогда цена будет намного больше. Да, мы сейчас говорим о рядовых монетах, которые в вашей жизни будут составлять 95%. Потому что вы не будете копать каждый день горшки с золотом, золотые монеты, там не будете находить червонца Екатерины и всё подобное. Будут обычные рядовые монеты, в которых был десятки миллионов. Но они тоже стоят денежку. Вы узнаете на форумах очень много полезной информации в плане развития. Вы узнаете много о монетах. Люди делятся информацией, выставляют фото, видео, отчёты. Но это очень интересно и познавательно. Вы за полгода можете почерпнуть такие знания, которые тот копатель, который не зарегистрирован, копает уже 5 лет и толком ничего не знает. Потому что он знает свой кусок леса, пару огородов и дальше ничем не интересуется. У него есть находки по Николаю по этому периоду. И всё. Он больше ничего не знает. А на форуме это всё-таки форум вашей страны. То есть она географически охватывает всю вашу страну. А бывает и соседняя. То есть это намного интереснее в плане знаний, в плане развития, в плане даже тех самых продаж. Когда лучше выставлять свои находки? Как я заметил и мои знакомые, лучше не рекомендуется выставлять, чтобы окончание лота было в понедельник. Почему тяжёлый день, люди уставшие, люди какие-то злые, человек в понедельник какой-то вялый. Мало будет людей. Мало. Если вам всё равно. Сделайте так, чтобы окончание вашего лота было пятница, суббота, воскресенье. Только воскресенье им 12 часов ночи, потому что людям понедельник на работу, они ложатся в основном раньше. А часиков в 9. То есть если вам всё равно когда, то ставьте лучше в эти дни. Именно окончание. Да, если у вас редкая находка, там, раритет или по годам или какой-то перечекан, то люди в понедельник спать не будут. Рядовые находки, которых у вас будет больше. Лучшее окончание ставит пятница, суббота, воскресенье. Теперь поговорим о фотографиях. Многие говорят, как сделать хорошую фотографию? Я бы чуток поправил. не хорошую, а правильную. Фотография, смысл фотографии, она должна подчеркнуть сильные стороны вашего лота. Показать, так сказать, его во всей красе. Чтобы человек захотел именно вашу монету. Не чью-то, а вашу. Вот задача на вашей фотографии сделать правильную фотографию. Почему так? Представьте, у вас, например, там суперфотоаппарат, какой-то там суперзум, зеркалка и все такое. Вы держите монетку в руках, она довольно симпатичная, на ваш взгляд. То есть, она вас радует. Красивая монетка. Вы делаете хорошие, крупные фото с таким фотоаппаратом. И ужас! На монетке сколько царапин, сколов, ударов. Она некрасивая. На фотографиях она выходит совсем некрасивая. Так она в жизни же намного лучше. Вы делаете фото, в данном случае вы увеличиваете на сколько? Пока фотография, пока ваша монета красивая. Потому что человек в жизни, он же не увеличивает так своим зрением, как ваш зум. Не надо так увеличивать монету, если это не ее сильная сторона. Да, если у вас монета с идеальным полем, идеальный рельеф, так хотя бы букву ик на весь экран сделайте, потому что это ее сильная сторона. Вы этим вот видите, какой рельеф, какое поле. А если такого нет, не делайте таких фотографий. Еще часто у людей проблема. Берут листик, вот например листик и фотографируют вот здесь вот монетку и всю эту фотографию выставляют как лот. Вы чего продаете? Листик? У вас 95% фотографий это листик с монеткой. А должно быть наоборот, должно на фотографии быть 90-80% вашего лота монеты, а остальное задний фон, чтобы человек понимал, что он покупал. А так он понимает, что перед ним извините, профан, который даже фотографировать не умеет. То есть большой цены там не будет, если она будет вообще. Если взяли фотографию, сделали, увеличиваю в фоторедакторе края фотографии обрежьте и все. И еще один нюанс, вот это все, что вы можете делать в фоторедакторах. Никаких исправлений, никаких удалений царапин. Этого всего не советую, потому что есть программы с помощью которых можно проверить все это, редактировалась фотография или нет. И вас просто забанят. И будет вам штраф за сокрытие дефектов лота. То есть просто обрезаете краи, чтобы 80-90% фотографий того, что вы видите на экране, это был ваш лот. Вы монету нашли, здесь спешить не надо. Вы должны объяснить, что от качественных фото зависит 50% цены монеты. Вы фотографируете ее днем или на балконе, или на подоконнике, или на улице, как вам будет угодно. Есть еще маленькие хитрости. Если у вас, например, на монете есть царапина, вы монету разворачиваете так, чтобы солнце светило от царапины к вам, то есть одна сторона релью к солнцу, дурая к вам, тогда солнце освещает эту царапину по всей длине, нет тени, и царапина окажется менее заметной. Это опять же к правильным фотографиям. Также можете использовать, так сказать, контраст. То есть если у вас монетка, например, серебра, вы на заднюю часть кладете фон какой-то потемнее, только не надо каких-то кислотных там было. Просто потемнее, чтобы был контраст, тогда будет выделяться именно все внимание и покупателя, и вашего фотоаппарата будет на монету. Это намного красивее, фотография должна быть правильной, должна нравиться. Если у вас мелкая монетка, например, полушка ВПР, или 5 копеек, серебряные, мелкие монеты, или, например, какая-то чешуйка, как ее сфорофировать, когда фотоаппарат не хочет фокусироваться или как-то смазанно берет часть заднего фона, вы кладете ее банально на какую-нибудь подставочку, например, помаду, на обычную помаду, кладете сверху монеточку, по бокам ничего нету, тогда фотоаппарат намного лучше фокусируется, и фотография, потом это все в фоторедакторе обрезаете, и у вас выходит красивая маленькая монетка, то есть довольно интересный экземпляр, возьмем, например, монетку, ранние советы, 45-й год, или пятачок 41-й, монетки стоят каких-то денег, небольших, но больше, чем обычно, и все, монетка, например, в маленьких раковинах, как здесь быть, вы фотографируете монетку так, чтобы солнечные лучи на нее падали сверху, тогда вот эти раковины, они освещаются равномерно, и их не так заметно, они есть, но их не так заметно, монетка, она много привлекательной, чем обычно, еще один нюанс, если у вас, вы хотите продать, так сказать, четкости рельефа, потому что он чуток потертый, вы берете монетку на руку, кладете там салфетку, или еще, потому что на некоторых формах нельзя, на частях тела, кладете на руку, и просто, смотря в фотоаппарат, вращаете монетку так, чтобы от вашего рельефа была маленькая тень, тень будет всегда, потому что все-таки рельеф есть, и вот эта тень будет подчеркивать и делать ваш рельеф более внятным, выразительным и красивым, то есть он будет казаться намного больше, чем он есть на самом деле, чем вы просто салфируете монетку сверху, бах и все, это вот такие хитрости, которые придают монетке более привлекательного вида, потому что человек покупает чего, он не видит монетку, он видит вашу фотографию, и по этой фотографии она должна ему понравиться, постарайтесь сделать хорошие фотографии, и будет вам счастье, вы будете продавать, будете продавать не кучкой за 10 рублей, а будете продавать, даже пускай 5 монеток в одном, но будете продавать их за более-менее какие-то деньги, вроде сумма небольшая, но если таких монеток много, то будет вам счастье, я не знаю, наговорил много, надеюсь, это вам поможет, по крайней мере, я так продаю, продают мои друзья, это, так сказать, из личного опыта, это действует, да, друзья, еще хотел чего сказать, если вы смотрите это видео в какой-то группе в Одноклассников, и ставите только там лайк, если вас не затруднит, поставьте лайки под видео на Ютубе, потому что я тогда буду знать, смотрит это кто или нет, а потому что складывается впечатление, что люди просто случайно заходят и потом выходят, мне будет приятно, я буду знать, что я делаю чего-то в этой жизни так, и буду знать, что это кому-нибудь нужно, да, если видео не понравилось, ставьте дизлайки, пишите грозные комментарии, обсудим, чего не так, это такое, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться, так, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии, еще увидимся, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok